Когда мне было 10, 11, 12, 13, 14 лет, занимался я одним единственным делом. Я был в школе Олимпийского резерва, занимался лёгкой атлетикой. Я был чемпионом Ленинграда по прыжкам в высоту в своих возрастных категориях. И, как говорили мои тренеры, у меня были большие перспективы. Но когда мне было 14, я познакомился с двумя мальчиками. От моего же возраста. Один из них хотел стать оператором. Это знаменитейший теперь фотограф Валерий Плотников. А другой, значит, его друг, режиссёр Серёжа Соловьёв. Сергей Александрович Соловьёв, теперь мэтр нашего кинематографа. И они мне сказали, чем ты соберёшь заняться? Какие эти прыжки? Кому это всё нужно? Нужно заниматься кино. Давай или режиссёром становись, или оператором. И я выбрал режиссёром. Вот эти встречи, это совершенно случайная, в пионерском лагере Ленинградского обкома партии в посёлке Комарова. Значит, вот она была такой судьбоносной в моей жизни. Потому что с этого момента я перестал заниматься спортом. И тренер приходил к моим родителям и говорил, послушайте, этот мальчик, у него есть шансы стать олимпийским чемпионом. Почему он это всё бросил? Нельзя его вернуть. Но я уже был увлечён, значит, потому что для того, чтобы поступить во ВГИК, как я узнал от тех же своих друзей, нужно было ходить в кино, ходить в театры. Я не вылезал из публичной библиотеки, читал поэтов Серебряного века, наизусть заучивал там стихи футуристов и так далее. Мы ходили в Эрмитаж, Русский музей. То есть мы повышали общий культурный уровень. И вот благодаря этому я вот стал тем, кем стал сейчас. То есть писателем, режиссёром, актёром, продюсером.